Сейчас сезон яблок, урожай яблок, и я хочу, чтобы вы как можно быстрее пошли, насобирали самых яблок спелых, какие упали, не нужно их покупать красивенькие. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас лето, сезон яблок, урожай яблок, и я буду готовить яблочный уксус. Вот такой обалденный, ароматный уксус. Я очень люблю именно яблочный уксус, конечно же и винный, и яблочный, все фруктовые уксусы. Но самое приятное, что яблочный уксус готовится так легко, легче, чем яблочный уксус, это просто залить чай из пакетика кипятком. Поэтому очень простой рецепт, моментально все делается, но настолько легко, я даже вам не могу рассказать, как это легко. У меня есть яблоки, кстати, яблоки нужно брать любые, те, которые падают на землю, битые, какие угодно. И все, и уксус будет супер-препупер. У меня целое ведро яблок, это белый налив, есть и очень спелые, и немножко вот такие твердоватники, но это все чепуха. Сейчас я все ведро яблок перекручу на мясорубку с большой решеткой. Если у кого есть желание или мало яблочек, их можно перетереть на терочку. Самое главное, чтобы получилась кашка. Яблочки я перекрутил на мясорубку, вот такое густое пюрешко получилось. И теперь заливаю обычной фильтрованной водичкой, чтобы она только-только покрыла паршик. Вот. Красота. Я буду сбраживать яблочки для домашнего уксуса в ферментере, в котором я делаю свое вкусное домашнее пиво. Друзья, как сделать очень быстро, легко и просто самое вкусное домашнее пиво, ссылочка вот здесь вверху. Сейчас у меня здесь получилось 8 килограмм яблок и 11 литров сусла. Я попробую на вкус. Ясненькое. Добавлю сюда 100 грамм сахара на 1 килограмм раствора, то есть здесь у меня 11 килограмм всего сусла, значит я добавлю сюда килограммчик сахара. Завязываю марзичкой, ставлю в теплое сухое место на несколько дней, дней до 10, чтобы это все начало играть. И буду каждый день вот так его хорошенечко перемешивать. Оно забродит и будет киснуть и играть. Вот так прекрасно поднимается шапка из мезги, а внизу уже вот столько сока яблочного, из которого будет получаться обалденнейший яблочный уксус. Каждый день, два раза я перемешиваю все вот здесь. Ароматик стоит уже бродящего сусла, приятный. Так, попробуем. Класс! Отлично броди, слышно спиртовое ображение. А потом, если не перегонять это все дело, оно начнет перекисать и будет происходить уксусное брожение. Сейчас я показываю, как еще быстро и легко можно сделать обалденный яблочный уксус. Дело в том, что я очень люблю готовить и мне нужно много-много уксуса. И еще девчонки любят уксус, потому что он, как говорится, на халяву. И они его пьют стаканчиками для того, чтобы держать свою фигуру в форме. Поэтому у меня есть обалденнейшие яблочки, вот такие спелые, классные, сладкие. И, конечно же, это очень долго такое количество яблок терять или на терку, или на обычную мясорубку. Поэтому я использую вот такую супер-пупер машину. Эта машина может за 50 секунд перемолоть полностью в пюре целое ведро яблок. А у меня здесь два ведра яблок. Поэтому сейчас я делаю еще много яблочного уксуса, который я буду использовать для классного ферментированного острого соуса Шри Рача. А как сделать такой супер-классный соус, ссылочка вот здесь сверху. Поехали! Продолжение следует... Заготовка для яблочного уксуса уже бродит дней 10. Смотрите, сейчас уже мезга стала рыхлая, яблочки полностью, все клеточки растворились, и уже шапка не такая плотная, как была раньше. У меня есть вот такой пресс для винограда, поэтому я могу сейчас очень легко отделить самогущие от сока. Если у вас такого пресса нет, нужно поймать момент, когда еще шапка очень плотная, и ее можно вот так собрать и слегка отжать. А сок весь остается внизу на дне емкости. Поэтому, если у вас нет виноградного пресса, это лучше сделать через 7-8 дней, в зависимости от температуры. Уже пахнет кислым, не таким спиртово-винным, как раньше. 4 литра. И 2,5 литра. 6,5 литров настоящего яблочного уксуса у меня есть. Теперь на каждый литр яблочного уксуса нужно добавить или 100 грамм меда, или 100 грамм инвертного сиропа. У меня есть инвертный сироп, как его сделать, ссылочка вот здесь вверху. Это почти настоящий знаменитель меда, но для яблочного уксуса это будет отлично. Я добавляю 100 грамм инвертного сиропа на каждый литр будущего уксуса, размешиваю, накрываю марвечкой, и это очень удобная емкость, она не пропускает свет. Я ее ставлю в теплое место на 2-3 месяца. Сверху образуется вот такая толстая-толстая медуза. Эта медуза называется уксусная матка. Из этой заготовки будет очень быстро происходить яблочный уксус, потому что уже в воздухе летают маленькие мошки дроздофил, которые на своих лапках переносят уксусные бактерии. Друзья, конечно, мы не будем ждать еще 2-3 месяца, пока уксус созреет и станет настоящим красивым уксусом и осветлиться, потому что сейчас сезон яблок, урожай яблок, и я хочу, чтобы вы как можно быстрее пошли, насобирали самых яблок спелых, какие упали. Не нужно их покупать красивенькие. Все, что упало, даже с темными бочками, просто режем, измельчаем и делаем обалденный уксус. Если вам понравилось мое видео, ставьте огромные-огромные-огромные лайки. Пишите комментарии, как вам понравился самый простой и настоящий, правильный рецепт уксуса из яблочек. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу, а вот здесь рядышком, вот здесь, есть колокольчик. Колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.